В Казанском федеральном университете открыла свои двери школа мусульманского лидера Махаля-2.2. Каждому ее участнику предстоит пройти пятидневный курс лекций и тренингов, основной целью которых является раскрытие общественно полезного потенциала истинных лидеров. Есть такая категория мусульман, которые очень активны в этом обществе, и они хотят жить в соответствии с предписаниями своей религии и в светском обществе при этом, чтобы все это гармонично сочеталось, но не всегда у них хватает знаний, навыков, чтобы эти проекты реализовать. Мероприятие проводится совместно с Духовным управлением мусульман Татарстана и Российским исламским институтом и является продолжением стартовавшей в 2014 году школы Махаля-2.0. Здесь собрались не только студенты, но и лидеры региональных сообществ. Что вот она, мусульманская молодежь? Она никакая не радикальная, не экстремистская, она продвинутая, она креативная. Они интеллектуалы. Вот сегодня очень важно общество видело лицо, истинное лицо ислама через этих молодых людей. Планируется, что к завершению курса участники смогут разработать собственные проекты, направленные на развитие исламского образования, социальная инфраструктура мусульман и духовное оздоровление общества. Школа успешно раскроет общественно полезный потенциал мусульманской молодежи и, безусловно, направит ее в конструктивное русло. А значит, молодым лидерам предстоит подумать и создать совершенно новые условия, в которых мусульмане смогут быть полезны не только для своего окружения. Вот всегда, как бы, все проблемы возникают тогда, когда человек остается один. А когда он работает вместе, в группе, то через эти обсуждения приходит правильное понимание. И это важно – сплотить умму, сплотить общество. Участники готовятся к довольно насыщенным рабочим дням. Им предстоит научиться основам теории аргументации и убеждения получить навыки эффективной работы в системе общественных коммуникаций и всему тому, что обязан знать настоящий лидер в современном мире. Адель Шамилова, Руслан Урозаев, Универньюз. Руслан Урозаев